Девушки отдыхают Спасибо вам большое, это наше пути, извините, на реке-то не... А это каждый раз такое пути, а это что-то скандальное, где куда-то все можно? Так нет, это вы скандальный охранник, как оказалось, я всегда с вашими коллегами очень уважительный и нежливый. А когда вы даже, когда я спустился, не стали пускать Трофимова, вот тогда у нас с вами скандал произошел. И прежде вам не рекомендуется так поступать. Привет, дорогие друзья, дорогие читатели альтернативной газеты и подписчики моего ютуб-канала. Возможно, кто-то из вас помнит мой видеоролик о 20 апреля, в котором я показал, как министр экологии Подмосковья Александр Коган общается с людьми, не желающими жить на свалке, в которой он и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев хотят превратить наш Сергеево-Пасадский район, разместив на его территории огромный мусороперерабатывающий комплекс и полигон твердых бытовых отходов мощностью в 600 тысяч тонн мусора в год для семи районов Подмосковья и северо-западного административного округа Москвы. Люди там объект не дадут построить. Не дадут. Я общался с жителями Константинова, Шельникова. Не дадут. Мы будем строить, как в Германии в 1946 году. Тогда жители привели ряд аргументов, согласно которым никакой полигон на этой территории строить просто нельзя на что министр жутко агрессировал. Он даже выгнал всю прессу с этой встречи пытался запретить мне снимать и меня даже пытались вывести охранники администрации с этой встречи тем не менее люди отстояли право на видеосъемку и фиксацию его обещаний и министр тогда пообещал через месяц предоставить публично нам всем результаты исследований которые проводятся или проводились там специалистами которые должны сказать все-таки можно ли там размещать такой объект такого класса опасностей или нет. Мы ждали весь этот месяц, но не сложа руки мы оформились в инициативную группу выбрали председателя, выбрали координатора которым стал Игорь Евгеньевич Большаков, депутат горсовета один из немногих активных и по-настоящему народных депутатов и совет этой инициативной группы, в которую вошел и я мы рассчитывали, что чиновники все-таки включат голову но, увы, этого не произошло да, через не месяц, но полтора нас пригласили снова на эту встречу но, во-первых, на входе опять охрана пыталась не пускать людей вот, после того, как люди прошли, прорвались с боем я чуть задержался, как бы, и вся эта битва проходила без меня но люди ее записали на видео и меня, кстати, после этого вообще беспрепятственно и самокатом, и со всем прочим оборудованием пропустили можно ли это объяснить? Я, кстати, инициативная группа и, насколько я знаю, здесь организована встреча с двух сторон инвесторы и инициативная группа нас специалисты пригласили пообщаться можно ли это объяснить? я вам объяснил, что у нас что здесь происходит? вот, хорошо было бы удобнее, просто поймите нас тоже правильно мне очень удобно общаться оттуда и с того угла поскольку все равносторонние такие команды и хотелось бы общаться на равных уровнях, с разных сторон ну, глядя в глаза друг к другу стоять там и задавать вопросы, подрывая свои связки совершенно неудобно и чувствовать себя учеником тоже неудобно вы не хотите меня услышать? я еще раз объясню у нас рабочая группа совещает мы можем удалиться в мой рабочий кабинет и общаться там после этого мы выйдем и дадим комментарии всем заинтересованным лицам пришел заместитель главы района и он пытался выгнать меня, дескать, типа что вы тут уселись за стол, как бы мы у нас рабочая группа, мы вообще можем в кабинете запереться и без вас все решать хотя на самом деле нас пригласили именно как вот инициативная группа должна была встретиться с представителями с людьми, которые делали эту экспертизу я прошу меня из этой рабочей группы вычеркнуть прям немедленно я выхожу из этой рабочей группы я пришел здесь как координатор инициативной группы значит только на этих условиях значит, а проводить рабочие группы в таком режиме, как вы планируете я считаю, это бессмысленно и безрезультатно главное главное в пустом месте если бы места кому-то не хватало, уважаемого там гостям места хватает всем первый вопрос я считаю, что власть приближит к народу я даже считал, что вчера было на комиссии мы обсуждали, что если должны люди на Совет мы им должны в первую очередь предоставить слово в рамках регламента вот такая моя точка зрения все должны знать, все должны видеть никакой проблемы нет вы скрываете? подождите, я ничего не скрываю подождите, подождите, начинаем мы же начинаем не с вами, украины а присутствующие вы тянете время, уже 13 минут прошло все заняты, 18 часов забираются и что? и что? ничего у нас рабочая группа у нас рабочая группа по повестке давайте спасибо никакой повестки мы вам, тем более приглашенным, не раздавали хорошо если вы хотите присутствовать, присутствуйте если вы не хотите присутствовать на рабочей группе, не присутствуйте но это не час вопросов и ответов это рабочая группа где обсуждаются вопросы связанные на рабочей группе с приглашением общественности зачем? 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 если вы хотите приходите смотреть, как это происходит пожалуйста, вот проходят же там другие совет депутатов вы уже можете прийти, можете не прийти вас же никто не заставляет вы хотите услышать, что здесь будет говорить? начинайте, пожалуйста, работайте вы мне не указывайте, пожалуйста чем мне заниматься, чем мне не заниматься на самом деле все оказалось не так во-первых, мы ожидали видеть главу района на этой встрече и представителя администрации господина Воробьева но ни тех, ни других не было был просто зам главы района и представитель инвестора ясен пень инвестору наше увещевание и уговоры не строить не реализовывать свой бизнес-проект на 2 с лишним миллиарда рублей они ему как бы просто параллельны и почему мы, может быть, пришли вот сегодня возможно даже в последний раз на такое расширенное заседание значит о том, что мы вообще-то считаем что нас не услышали и вот здесь есть все справки предыдущих лет значит, кто может посмотреть все экспертизы есть ничего с землей не произошло ни с недрами, ни с водными там артериями ни с чем но ни гора эта возвышенность она не пропала уже заранее понятно что этот проект просто продавливается значит, но строить там невозможно и более того я с полной уверенностью хочу сказать общаясь с жителем на протяжении всего этого времени и тут многие подтвердят что люди, именно жители доведены до такого степени накала что процессы, которые в Волоколамске и в других населенных пунктах они, к сожалению, и здесь могут но мы никто не хотим этого мы наоборот говорим не надо людей провоцировать потому что людям отступать некуда это их единственное жилище это их единственные квартиры это их единственные земельные участки и они не хотят жить на помойной свалке если говорят таким циничным языком и заканчиваю свой диалог еще с одной где я сегодня был с активистами там в числе глава Волоколамска был уважаемый значит, и сделали вот один такой вывод если вы, я почему это говорю я говорю, что здесь есть представитель очень уважаемой мной организации значит, вот вы посмотрите Волоколамск, старинный город намоленный старше Москвы Коломна, значит, Серпухов самые старинные города Сергио-Пасадский район создается такое ощущение что отдельный гражданин с отдельной фамилией как геноцид, определенный удар именно по российским, православным, славянским городам идет в этой ситуации а нам не ответили заканчивай, заканчивай согласен но это крик души потому что нам никто нам никто не отвечает на эти вопросы когда министр экологии заявлял что там нет двух заказников как это нет? когда один из них, он сам претендовал несколько лет назад то есть, публичные данные а он говорит, нету как можно рядом с двумя заказниками делать такой огромный полигон? как можно с вами подременен я закончил ее даже я бы хотела добавить про участки вот у нас полтора километра от этого места участки когда в 80-х годах хотели строить там химический завод по разбору оружия делались экспертизы и когда в 90-м году экспертизы доказали что этой земле непригодна ни для какого строительства в 90-м году доказали эти земли было решено отдать подаче они не просто отдавались подаче а предприятия московские строили дорогу которая не была от серги посадок вот оно, сложное заключение от 90-го года не было дороги от серги посадок и наше производство производство делали дороги вели воду сюда а работникам нам дали вот здесь участки и мы здесь уже давно живем постоянно свое хозяйство имеем сейчас нас не слушать не хотят не видеть не хотят даже на картах зарисовали зеленым цветом как лес вы извините пожалуйста но куда нам деваться если вы так настолько уверены сто процентов можно там ничего не будет тогда не переживай жалко деньги ну деньги же нет не наши не бюджеты ну давайте ну давайте получим потому что там есть мы и там ничего не будет 43 деревни есть десятки сотни садов товарищей я как раз вот об этом хочу озвучить выдержку небольшую уважаемые присутствующие наберите терпение буквально 2-3 минуты значит сводное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Госкомприроды РСФСР по проекту строительства Загорского комплекса по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов объект номер 2 для предприятия и организации города Москвы Московской области разработанного госинженер проектом Министерства химической промышленности в 86 году это 29 апреля 90 года о чем здесь неоднократно говорилось экспертная комиссия утвержденная приказом Госкомприроды Российской Федерации от 14 октября 89 года номер 49 в составе теперь внимание председателя академика Академии наук СССР Ласкорина Б.Н заместители председателя члена корреспондента Академии наук СССР Протасова В.Д. доктора технических наук Пашуни ученого секретаря кандидата к новостям Григория Янц членов комиссии Академика Академии наук Рыбаков доктор наук такой-то я тут проскапиваю доктор богословия митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим значит профессор Флоренский значит еще кандидат богословия архимандрит Иннокентий и прочие-прочие вот этот список я ваше временно значит умы что ученые что другие еще 30 лет назад определились нельзя на этом месте ничего делать вы нам говорите да вы успокойтесь но да как успокоиться сотни тысячи людей и вместе с семьями десятки тысяч находятся в таком нервном напряжении сейчас вы держите вы будете успокоиться а не проще ли вот этот документ поднять быстренько проанализировать и сказать мы ошиблись извините и тогда мы успокоимся отмените распоряжение номер 100 и начните искать сразу хочу сказать чтобы не было спекуляции от имени нашей инициативной группы о том что мы понимаем что утилизация должна быть мы за строительство на территории Сергея Посадского района определенного объекта значит по утилизации отходов для района для дачных потому что понятно что они с собой в Москву не повезут и все но это высокотехнологичное должно быть но вместе не в таком а вместе приемлемом которое по экспертизе по настроению жителей которой бы не было такого возмущения и поэтому когда говорят что мы вообще категорически говорят нет мы все понимаем но в этом месте нельзя есть экспертиза есть заключение но почему на это никто не обращает внимания мы не стали ждать ваших экологических экспертиз у нас есть инициативная группа которая заказала свою экспертизу понимаете и уже некоторые данные у нас есть и я могу сказать господа проектировщики не получится у вас есть превышение понимаете есть превышение и вот когда вы от всего этого избавите от этого превышения радионуклидов когда вы уберете эту химическую свалку и когда будет ноль вот тогда мы можем может быть мы захотим с вами еще разговаривать по поводу размещения вот этого мусорного завода здесь должен быть сидеть пускай второй раз третий раз приезжает только на равных никогда мы по стенкам стояли вот там он себя по хамски вел министр экологии и другое ответственное лицо у меня к ним вот поверьте второй раз скажу у меня нет претензий они отчасти тоже они уже тоже сказали это вопросы все туда потому что не они это распоряжение выносили мы пришли все к тому что нам нужно встречаться если мы будем проводить встречи то только с надлежащими лицами с людьми как минимум если не губернатора то заместители губернатора которые курируют эту тему потому что именно они приняли решение разместить эту свалку в нашем районе именно губернатор подписал это постановление номер 100 о том чтобы передать эту территорию вот этому инвестору да там рт инвест или что-то вроде этого вот и именно на них нужно воздействовать потому что те же предприниматели они ну они ничем грубо говоря мы на них не имеем никаких рычагов то есть они не политические деятели им не надо выбираться у нас нет в стране института репутации да там за недавимостью потому что у нас выбирают действительно не по принципу как бы хорошая компания или плохая компания есть у нее хорошие дела или есть у нее косяки или нет а просто вот именно потому что она там есть афилирована как-то с чиновниками или не афилирована вот и все поэтому губернатором выбираться он хочет опять на второй срок да и поэтому мы будем давить на его так скажем политические чувства а эта встреча прошла просто мне кажется абсолютно бесполезно мы надрывали связки наспорили с чиновниками добрую половину просто пререкались и спорили можно ли нам сидеть за столом или нельзя сидеть за столом вот я считаю что это все пустая трата времени они за это получают зарплату изображая изображение бурно-кипучей деятельности а мы а мы тратим свою жизнь свое свободное время вот на эту вот вот на такие вот препирательства и на такие вот не знаю абсолютно пустые встречи я думаю что либо у нас в ближайшее время произойдет действительно нормальный диалог с надлежащими лицами либо мы будем вынуждены проводить опять митинг опять выходить на улицы и придумать какие-то новые акции политические способы воздействия на господина Воробьева который нам вот такую вот веселую жизнь пытается устроить Actually ы es ы ы ы